итак коллеги мы сегодня в эфире с вами вам покажите нам знак чате что вы нас слышите хорошо видите первый первый плюсики пошли отлично супер есть фонда убрали фондов сейчас должен быть все в порядке фона сейчас уже нет если проблемы с видео все хорошо видно теперь окей да замечательно итак у нас сегодня тема связанная с подведением итогов серии вебинаров посвященных функциональным возможностям комплекса который предлагает компания акселот комплекса решений по управлению с почкой поставок это многокомпонентная архитектура платформы акселот с решением для управления цепочкой поставок который называется акселот дом об этом решении мы будем сегодня говорить и в основном обсуждать тему связанную с использованием этого решения в наших бизнес потребностях сегодня мы ответим на ваши вопросы меня зовут евгений со мной ирина мы являемся экспертами по системе управления цепочкой поставок в компании акселот и хотели с вами сегодня обсудить вот ряд вопросов которые мы получили под аудитории предыдущие наши мероприятия на которые не смогли может подробно ответить поэтому мы сегодня определили тему вебинара как ответы на вопросы будет некоторая вводная часть которую я со своей стороны обозначу ирина расскажет о такой обзор мы сделаем прошлых вебинаров ну и поднимите вопросы которые либо очень часто задавались аудитории на которые мы не смогли ответить в рамках онлайн эфиров которые у нас были в предыдущие наши трансляции и те вопросы которые остались за кадром мы тоже их поднимем обсудим и соответственно сможем более основательно обсудить возможности комплекса что касается ценности решений мы много не говорили в предыдущие разы но хотелось бы вкратце подчеркнуть основные наверное важные аспекты работы платформа акселота 7 и решение акселот дом в рамках этого комплекса решение это направлено прежде всего на увеличение операционного дохода для компаний и снижение операционных издержек различных то есть которые возникают в рамках работы по управлению цепи поставок что касается главной ценности акселот дом то она решает важную оптимизационную задачу задачу которая определяет собственно источник удовлетворения той потребности которая возникает или способ обеспечения данной потребности в этом отношении с одной стороны акселот дом управляет сроками с другой стороны акселот дом управляет полноту исполнения заказов но фактически акселот дом выступает таким вот диспетчером то есть модератором процессов которые должны гарантировать в конечном итоге наличие нужного товара в нужном месте поэтому акселот дом это такой инструмент для определения баланса баланса между стоимостью и гарантированным уровнем сервиса акселот дом балансирует по сути между удельными затратами на единицу товарных запасов и удовлетворением спроса соответственно анализируют наши затраты на транспорт перемещение хранения там да и пытаются определить наиболее приемлемый вариант удовлетворения спроса для нас по сути по сути уже система не просто удовлетворяет так спрос любой ценой скажем тогда система решает главную фундаментальную задачу связанную с определением приемлемой маржинальности продаж вот в цепочке поставок если говорить о одном из важных составляющих решения компания акселот это много компонентности решения то здесь надо отметить что платформа акселота 7 решает такую тоже важную фундаментальную задачу обеспечения связанности данных с минимальными затратами при этом это позволяет нам углубить анализ получаемых данных во всей цепочке товародвижения ну и повысить как следствие качество принимаемых решений кроме того вот этот вот много компонентный подход в структуре управления цепочкой поставок дает и другие преимущества в реализации такие как облегчение программной роботизации процессов и диспетчеризации процессов когда в мс тмс и система управления за заказами цепочки который предлагает собственно акселот для наших для наших заказчиков дает возможность обеспечить совершенно бесшовные сквозные процессы да и диспетчеризирует их таким образом и как следствие мы повышаем качество самого управления вот используя такое такие такого рода решения много компонентность также обеспечивает возможность масштабирования системы поэтапного когда мы можем запускать там сначала склад затем управление транспортной логистикой подключать заказы либо миксовать проект с помощью этих компонентов порядок порядка внедрения этих компонентов по своим и так на мы сегодня продолжим вот еще какое-то время обзор предыдущих вебинаров тут и ирина как раз в этом поможет и со своей стороны обобщить некоторые значимые для нас вещи относительно той платформы которую мы предлагаем вам на рассмотрение так продолжим напоминать о чем были предыдущие вебинары я как раз подготовила картинку с которыми каждый вебинар начинали и рассматривали разные аспекты системы платформы в целом ну я евгений поддержу в общем большое внимание на сам вебинар он посвящен был именно преимуществам платформенного подхода да то есть вообще в принципе системы класса 7 о чем мы сегодня будем говорить сегодня мы хочется поговорить именно об отличительных особенностях нашей продуктовой линейки то есть чем отличается наш продукт какие особенности и преимущества именно он дает почему-то определенным образом развиваем функциональность вот эту архитектуру которую мы предлагаем вот мы сегодня как раз на эти вопросы хотели бы поотвечать в том числе вот так вот говоря о платформе нам подходим конечно массу преимуществ имеет и о сквозных процессах я уже сказал здесь все на самом деле построено то есть моя задача рассказать о за счет чего такие прекрасные преимущества мы получаем действительно обеспечили достаточно большую связность продуктов объединенных платформу они объединены общей моделью данных что очень важно то есть всегда обычно это за кадром остается вот сквозные процессы как за счет чего достигается это единый модель данных это синхронизация нормативно справочной информации конечно с учетными системами тоже потому что наша задача встроить это сложное комплексное решение существующую айти инфраструктуру существующие массивы и модели данных потому что в каждом предприятии они уже существуют наша задача скажем так вот эту модель расширить применить ее и чтобы это вот именно заработало комплексно и тогда мы сможем поддерживать самые сложные процессы о которых мы говорим давайте все таки такое определение что что такое дом да что это такое как мы позиционируем эту систему это система оперативного планирования с обратной связью вот последнюю часть я хочу подчеркнуть это нас здорово отличает от скажем так многих систем планирования недостатками которых является как раз отсутствие быстрой обратной связи и реагирование на изменения то есть это система которая на короткие общается системы исполняющими то есть она кроме функции планирования который там нужно много говорить там стратегии какие-то вот вот этой всей истории то есть она является держателем планов создателем этих планов и системы которая отслеживает их исполнение на коротке общаясь со исполняющими темами у нас еще можно посмотреть почему распределенные управления заказами, дистрибьюти, то разработчиков, потому что исполняющие системы, они, ну, как бы принадлежат сети распределенной, да, отдельные складские системы, там, где знают существование друг друга и, конечно, требуется система оркеструющая, которая в целом видит модель состояния запасов по сети, модель исполнения планов поставок по сети, да, в таком связанном виде, и вот дом как раз является такой системой. И самое главное, что получая актуальную информацию по отгрузкам, по перемещениям, мы сразу же это включаем в модель данных и учитываем в следующих циклах планирования, это очень важно, причем здесь о планировании идет речь, как уже говорилось, да, разные источники потребности мы рассматриваем, то есть наша система, она объединяет любые потребности с доступными источниками испечения. Здесь речь идет о всех этапах логистики, это может быть входящая логистика, это могут быть заявки потребностей в сырье и материалах, это могут быть заявки на пополнение запасов, то есть чистая распределительная логистика, и мы, как бы, за эту часть отвечаем, и уже непосредственно исходящая, то есть заказы на продажу от покупателей. Вот, и, соответственно, объединяя вот эти все цепочки поставок, связанные с различными потребностями, мы здесь тоже определенные оптимизационные задачи можем решать в том числе. Вот, и получается, мы делаем акцент на обратной связи, мы делаем акцент на именно динамическом планировании цепочек поставок, то есть, как уже было сказано, да, наша главная история, да, в планировании главная оптимизационная задача, это как раз для каждой потребности подобрать такой источник обеспечения, то есть это либо запасы, либо это закупка у поставщика, либо это поступление из производства, сбалансировать наличные и ожидаемые запасы, да, вот при вот этом выборе, и, соответственно, для того, чтобы соблюсти баланс совокупной стоимости этого решения, да, то есть можно представить, что у нас есть срочный заказ, может, анализ которого оправдает срочную поставку, окей, такой вариант система может предложить, либо наоборот, мы стараемся так подождать, сконсолидировать таким образом, чтобы принести минимальные логистические затраты, и при этом с какой-то отсрочкой, допустимой, конечно, уровнем сервиса, все потребности закрыть, да, то есть вот эти варианты должны быть заложены в модель, и у планировщика должен быть выбор, у компании должен быть выбор, да, какой стратегии она следует при обеспечении там тех или иных потребностей. Вот. Если говорить о том, что есть продукт этой системы, то есть мы поговорили, это система оперативного планирования с обратной связью. Наши главные продукты – это, естественно, руководящая функция относительно исполняющих систем. Это функция в том числе общения с учетной системой заказчика, про это можем отдельно поговорить. Много очень было вопросов, поэтому сегодня там наверняка Евгений озвучит, и мы будем отвечать на эти вопросы, то есть как именно эта вся история встраивается, как это совместно с учетной системой работает. Ну вот если в двух словах такая принципиальная вещь, подобные системы, вообще системы класса 7, они призваны защитить учетную функцию учетных систем, а именно оградить их от, скажем так, излишней оперативной информации, от многочисленных корректировок, которые неизбежны при исполнении спочек поставок. То есть ситуации постоянно меняются, это задержки, это опоздания, это срывы, это то, с чем приходится иметь дело, и постоянно вот эти планы изменять и корректировать. Учетные системы любые, учетные системы очень это не любят, и они предпочитают иметь дело с очищенными данными. И вот, в принципе, дом выступает в том числе таким буфером, который позволяет вот эти все сложные корректировочные воздействия проводить за кадром, и учетную систему уже выдавать финал к учету. И это, в общем, тоже такое большое преимущество, которое там многие, кто сталкивался и пытался честно управлять цепочками поставок через учетную систему, они всегда сталкиваются с этой проблемой, да, и вот с потребностью где-то держать схемы вот эти сквозные, да, потому что, опять-таки, мы система управляет цепями поставок. Цель поставки может быть очень сложной. И на каждом конкретном этапе, да, там перемещения, например, учетные системы совершенно не обязательно знать, для каких целей мы это делаем. Там целями могут быть десятки клиентских заказов, попутное пополнение стока, там, может быть, создание какого-то страхового запаса. То есть вот эти все цели и протягивание цепочки поставок от источника обеспечения до потребителя, причем они очень различные могут быть, да, и цели могут быть очень разные. Вот, и вот эта задача прослеживаемости, которую часто многих клиентов говорят, да, у нас это все есть, мы умеем закупать, там, перемещать, отгружать, но у нас не всегда четко мы можем проследить, что вот этот конкретный товар прошел вот этот длинный путь для того, чтобы быть проданным там в определенном месте нашей распределительной сети, и мы бы хотели понимать там логистические затраты и реальную маржинальность продажи вот конкретно в этой точке вот этому клиенту и по этому каналу продаж в том числе, да. Вот, поэтому кроме руководящей функции, исполняющей систем, продукт нашей системы, это, конечно, логистическая себестоимость, мы сегодня поговорим о том, что это такое, но принципиально это очень точные распределенные затраты на единицы продукции, которые путешествуют под нашу управляемую сети, и мы не теряем, скажем так, никакие звенья, которые эти товарные запасы прошли. То есть это центр принятия решений в целом по товародвижению компании, который, опять-таки, позволяет вынести вот этот функционал из ERP и именно принимать решения, именно глядя на сеть в целом, а не мысля, вот, скажем так, дискретными очень операциями перемещениями, которыми мыслит обычно все-таки система. Вот. Ну, давайте я обозначу все-таки три блока на вопросы, по которым мы ожидаем. Я так напоминаю, я надеюсь, что сейчас у нас в онлайне какие-то вопросы будут появляться. Да, коллеги, не стесняйтесь, пожалуйста, обращайтесь с вопросами. Если мы не успеем сегодня ответить, мы обязательно в следующий раз их поднимем и мы подготовим на них ответы, соответственно, вы получите необходимую для вас информацию. Вот. Как я уже сказала, что основное предназначение системы, конечно, это планирование. Система планирования, хоть и со своими особенностями, оперативная, обратная связь, вот эта вся история, но, как бы, тем не менее, да, наша главная задача – планирование максимальных цепочек поставок по различным стратегиям, исходя из источников, которые допустимы в стратегии конкретного бизнеса, да, это там выступление, там, из закупок, из производства, мы сейчас поговорим, да, какие подходы к планированию мы готовы поддерживать и умеем это делать. Вот. И второй важный момент – это структура ограничения логистической сети, то есть на что опирается планирование, это, там, принципиальное построение по источникам, да, как это работает, как вообще сеть пополняется, и как по ней мы распределяем товарные потоки. И второй момент – это структура ограничения самой логистической сети, то есть те пути разрешенные, тарифная информация, летаемые, то есть сервисные условия, потому что это, конечно, накладывает ограничения на вот временную составляющую, да, на расчет времени исполнения цепочек поставок, и вот эти все пересчеты, они будут основаны на этой модели и на тех разрешениях перемещения, которые допустимы вот в конкретном бизнесе. Потому что на самом деле компании зачастую искусственно ограничивают вот свою сеть, искусственно ограничивают, там, те источники, из которых они, например, обслуживают какие-то зоны, да, ну, потому что так проще. И вот эта возможность постепенно расширять возможности, там, поставок, да, она как раз появляется благодаря подобным системам, то есть когда мы начинаем видеть какие-то дополнительные варианты и их, как бы, вводить постепенно в наши, там, решения логистические. Вот. Второй блок, о котором стоит говорить, это как раз та история с обратной связью, это execution, это исполнение. То есть когда планы построены, их пора выполнять, дом квалифицированно умеет общаться с исполняющими системами. Кстати говоря, тут было, наверное, стоит оговориться, что модель тут может быть разная. Это могут быть системы, там, из нашей продуктовой линейки, это могут быть исторические системы, но главная здесь принципиальная история, что это система, объединяющая, там, ну, складские системы, там, транспортную логистику и, в принципе, вот последовательность внедрения здесь не очень важна. То есть главное, что мы можем с помощью дома какие-то функции закрыть, может быть, даже отчасти отслеживание сделать в доме, там, где его не хватает на местах, да, то есть как бы играть роль или зеркало исполняющих систем, либо общаясь с ними, либо перенимая эти функции на сторону, вот, собственно, дома. Вот. То есть исполнение предполагает раздачу планов, заданий, распоряжений и сбор обратной связи. И мы в одном месте, соответственно, видим статус продвижения по цепочке поставок, статус такого операционного исполнения, да, и, как я уже говорила, да, защищая таким образом учетную систему от этого нескончаемого потока информации, да, то есть дальше мы уже закрываем, то есть дом по определенной статусной модели, которую, кстати, очень можно здорово гибко настроить, сигнализирует о закрытии того или иного этапа, и, соответственно, уже это можно отражать в учете, спокойно примите, спокойся о многочисленных корректировках, вот. Вот. И третий блок – это финансы. Конечно, этот блок, он так специально внизу будет обозначить, потому что он сопровождает и этап планирования, и этап исполнения. То есть мы поддерживаем расчет такой индикативной логистической себестоимости на этапе планирования. Зачем это нужно? Чтобы цепочку поставок оценить до момента, как мы возьмемся ее исполнять, сравнить варианты, принять решение, там, опираясь на какую-то индикативную тарифную информацию, информацию о сроках поставок, да, то есть мы понимаем, попадаем ли мы в уровень сервиса, попадаем ли мы в целевую маржиналь, не стоит ли вообще это делать, или нам нужно какие-то другие решения логистические принять, подождать, наоборот, разделить отгрузки, да, и никого не ждать и так далее. Ну вот. На этом этапе мы также вот параллельно просчитываем стоимость, распределяем ее на заказы, которые мы выполняем, на перевезенную, ну, потенциально, да, планы перемещения продукции, и формируем также логистическую себестоимость запасов по сети, как доступных, так и ожидаевых. То есть вот это мы проводим, анализируем маржинальность и идем с этим решением. А по факту затем мы корректируем вот эту нашу оценку на основании данных исполняющих систем. Причем мы умеем делать это, опять-таки, на уровне планов исполняющих систем, то есть мы можем скорректировать свои планы, да, то есть у нас какие-то индикативные тарифы. В том, если, например, мы получили реальную тарифную информацию, скорректировали вот эти свои оценки, потом дождались факта и еще раз скорректировали. То есть в конечном итоге, даже если запас уже выбыли из сети, заказы закрыты, все уехало, вот у нас есть возможность скорректировать маржинальность этих заказов. Причем речь не идет не только о клиентских, да, понимаем, что мы, по сути дела, индикативно оцениваем маржинальность даже тех запасов, которые потенциальны в продаже. То есть мы пополнили сеть, и у нас образовалась некая рекомендуемая цена продажи с учетом логистики. Либо это полное выбытие, мы уже продали, мы просто оцениваем, как хорошо мы сработали, попали в цены, в прайс-листы, которые мы гарантируем своим покупателям, например, успели ли мы довыставить, например, логистику, если мы такая компания, которая впрямую выставляет логистику своим потребителям, это тоже возможно. Вот. И, соответственно, по факту у нас всегда есть возможность получить финальную точную картину. И тут уже вопрос, как это будет использовано в учете. Эта история может остаться в доме. Есть компании, которые говорят, в принципе, для legal учета нам достаточно определенного среза, может быть, даже плановых затрат, чтобы нам не дергать себестоимость и спокойно закрывать периоды. Это мы тоже можем обеспечить, то есть срез на дату по плановым, фактическим или комбинации вот этих затрат. Главное, что мы цельную картину поддерживаем. То есть мы в любом случае имеем оценку, либо плановую, либо уже уточненную, и мы в любой момент можем позволить закрыть период. То есть учетную систему передать эти данные, они это учтут, и картина будет более такой, более актуальной, чем если бы этого не было. Вот. Сейчас мы поговорим, почему так сложно, и почему вообще учелы логистической себестоимости точные. Это довольно-таки хитрая наука. Это как раз прослеживаемость цепочек поставок очень здорово связанных. Вот. И... А можем, скажем так, до конца передавать эти данные в ERP? Можем там... Можем вообще этого не делать, да? То есть какие-то компании, например, вообще не делают, и там оставляют вот эту историю за кадром, особенно если мы логистику 3D представляем клиентам нашим, да, и не пытаемся ее распределять и включать в цену. То есть это все зависит очень от стратегии и подхода. Вот. Это был такой очень короткий обзор, о чем мы говорили в прошлые разы. Вот. Давайте, наверное... Да. Есть вопросы аудитории, на которые хотелось бы сегодня ответить. И они на самом деле разные. Есть вопросы, которые уносят там частный характер, да? Хотелось бы начать с каких-то общих, поэтому мы их структурировали, и там пойдем от общего к частному, да? Итак, если мы говорим про SEM, то мы должны понимать ключевые принципы, которые мы используем в рамках нашей реализации процессов, связанных с управлением цепочками поставок в рамках нашего продукта DOM, который расширывается как Distributor of Ordered Management, то есть это система, которая позволяет нам управлять распределенными заказами. И хотелось бы понять эти ключевые принципы нашей аудитории, поэтому такие вопросы звучат, какие ключевые принципы заложены в DOM. Это хороший вопрос. Ну, обычно, да, принципы, поскольку мы системы планирования, да, наверное, речь о принципах планирования идет, все под этим понимают что-то свое, да, наверное, пора раскрывать карты, что это такое. Да, у нас был вебинар, посвященный вообще планированию, и вот мы тут даже не боимся использовать термин «Интегрированное планирование в дом». И главная тут идея была, ну, и вообще задумка программного продукта, я как представитель разработки, да, сейчас даже могу, наверное, говорить, как архитектор. Идея была в том, чтобы объединить процессы пополнения и распределения товарных запасов, да, все-таки это вся история про товародвижение, с процессом обеспечения спроса от конечных потребителей. И вот это скречивание вот этих товарных потоков, входящего и исходящего, это всегда, ну, задача, да, как раз та задача, в которой прослеживаемость обычно теряется. Вот, и тут мы хотели, в общем, построить систему таким образом, вот ее архитектуру, чтобы он стал, дом стал единой точкой обработки заказов клиентских и принятие решения о производстве, закупках, резервировании. Кстати говоря, мы система резервирования, что очень сложно поддерживать по сети. Я подчеркиваю, по сети дистрибьюти здесь просеть все-таки, да, то есть, что бы мы куда ни планировали, резервы мы прослеживаем по всему путешествию. Это очень круто и сложно поддерживать. Вот, и в рамках исполнения вот этих вот заказов мы эти потоки скрещиваем. Тут мы даже обозначаем полный цикл. Часто задают вопрос, а с какого момента эта история-то у вас начинается. И часто говорится о том, что, да, пополнение и распределение требуют методик пополнения, принятия решения, как это делается. Ну, если говорить о методиках и автозаказ, да, то сейчас это звучит, там есть у вас автозаказ, конечно, есть методики у нас типовые, которые в ERP используются. Это минимакс, это норматив и некий прогноз, да, то есть история связана с прогнозированием. То есть на выходе этой процедуры заказы потребности к пополнению по сети. Вот, то есть там это поддержание какого-то либо нормативного уровня запасов, либо минимакса. Понятно, что вот это решение мы принимаем, исходя из текущего состояния. Почему логично заниматься вообще пополнением системы, которая владеет текущей ситуацией? Потому что таким образом мы можем вычесть там наличные запасы, страховые запасы, ожидаемые поступления, которыми мы, кстати, владеем, и мы точно знаем сроки, когда ожидать поступления, и учитывать это также при расчете вот этих автозаказов. То есть если говорить там о системах, которые вот этим занимаются, не ведя в своем контуре операции, да, ну, это, ну, это постоянная перекачка данных, это довольно сложно, да. И здесь, ну, сам Бог велел, да, вроде как заниматься расчетом пополнения, прогнозируем и так далее. Что, если говорить о прогнозировании? Конечно, мы система, которая владеет историей продаж, и историей изменения динамики запасов, конечно. Конечно, мы двигаемся в сторону того, чтобы иметь какие-то механизмы прогнозирования. Финал работы этой всей истории в чем? Выдать некую динамический прогноз на одно употребление, да, и на основе этого уже формировать автозаказы. То есть мы с тем же успехом можем работать с внешними системами прогнозирования. Мы, например, сейчас у нас идет проект по интеграции с облачным сервисом от 1С по прогнозированию, да. Любые внешние сервисы могут использоваться. Надо понимать, что есть в результатах работы. То есть что они делают? Они рассчитывают прогноз дневного употребления, с которым дальше надо работать. Нужно формировать автозаказ с учетом финнововых поставок, с учетом той модели логистической, которую мы имеем. То есть вся остальная оперативная история, она как бы полностью, да, присутствует в дом, как бы на ней вся эта история работает. И логично, что реальное планирование и планирование с целью там вполне непрогнозирования должны использовать одну и ту же модель данных. То есть выглядит супер логично. И, скажем так, как раз-таки прогнозирование в отрыве от операции, да, от оперативного планирования, оно выглядит бы более странно. То есть, как кажется, вот все они данные, вот возможность расчета целевого уровня запасов по сети, возможность прогноза спроса строить. Там по различным методикам. Сегодня не та тема вебинара, да, но в это можно углубиться, какие методики. Там конкретно сейчас, там, на пилотном, вот у нас есть пилотный проект, да, где мы внедряем компания с товарами, ну, это промтовары, да, то есть они товары частого спроса, они говорят, вот нам кажется, алгоритмы прогнозирования, там, для наших товаров более точный, там, частотный анализ, да, там, анализ разных, там, и дневных покупок, и, вот, собственно, количественный такой. Для товаров регулярного спроса, там, несколько другие используются. Но это не принципиально, да, какие алгоритмы используются. Наша задача дальше, скажем так, использовать вот эти прогнозы наиболее эффективным образом. То есть делать это вовремя, делать это оперативно, вплоть до того, что мы можем позволить себе перерассчитывать эти вещи чуть ли не каждый день и оперативно, собственно говоря, вот, движение обеспечивать в соответствии с этими потребностями. Вот. И второй момент, да, когда вот мы это в одной цепочке делаем, то есть мы планируем пополнение, делаем резервы, а дальше мы стартуем обеспечение клиентских заказов, то есть построение цепочек запас из вот этих источников, которые мы сами же обеспечили. То есть мы продумали ввод товаров в сеть, их распределение, и дальше мы начинаем пользоваться результатами своего труда, то есть уже вытягивать цепочки по реальному клиентскому спросу. И вот как раз за счет этого в чем интегрированность заключается совмещение этих цепочек. Преемственность, то есть реальный спрос опирается на те ожидаемые поступления и те наличные запасы, которые мы организовали на предыдущем этапе. И вот мы интегрируем эти потоки, они у нас связаны, кстати говоря, и вот эта преемственность на проследствии, то есть мы можем проследить, на какой процент мы попали, то есть мы обеспечили, там, заранее ожидаемые, заранее запасы обеспечили, а на какой-то процент, возможно, и нет, и, может быть, и нет в этом необходимости. Это я, все, что я рассказываю, сейчас за мной пойти, цепочек поставлю, скажут, ну, это же пуш и пул, это же гибридная стратегия, об этом все знают. Ну, действительно, любая система вот так планирования оперативного, она должна поддерживать гибридные стратегии. И все, что я говорила сейчас про прогнозирование, про обеспечение, там, стока и, там, регулярных. Ожидаемых поступлений, это было про пуш. И, соответственно, когда мы начинаем уже реальный спрос обеспечивать, это про пул. И вот комбинация вот этих вот стратегий, да, то есть принятие решения, до какой степени мы опираемся на прогнозы, пытаемся угадать, а до какой степени мы полагаемся на гибкость нашей логистической сети, и мы просто оперативно обеспечиваем возникающий спрос, допланируя те цепочки, которых нам не хватило, например, по выталкивающей стратегии. И у нас есть возможность в доме это комбинировать. То есть вот буквально в решении по конкретному заказу можно увидеть, где мы воспользовались тем, что мы подготовили, а где не получилось, и нам пришлось именно методом допланирования, скажем так, вот этот пазл дополнять. Вот. И в этом нет ничего страшного, то есть нет цели в стопроцентном прогнозе, это невозможно в реальной жизни. Важно, чтобы система позволяла именно это комбинировать и в едином потоке этим управлять. И такой, и такой вариант, и вот эта вот граница между, вот эта граница разделения пушку, она может быть плавающей. На самом деле, многие компании, они в ходе, скажем так, развития своего, они ее начинают переносить. То есть они, допустим, переносить ее в сторону, наоборот, производства, и там не двигать товары по сети, когда нет твердого спроса, да, и работают, наоборот, над логистикой. Есть заказ, будем уже тогда шевелиться, оперативно реагировать. Какие-то предприятия, наоборот, считают, что это их преимущество, хорошее распределение по сети, высокая гарантия доступности товара, это круто, поэтому нужно, скажем так, следить за целевыми уровнями запасов, там оттачивать точность прогнозов. Как правило, кстати, это область, она такая вот, такая вот область высокого, конкурентного преимущества, то есть компании, которые выработали какие-то свои там подходы, прогнозированные, там, используют стандартные алгоритмы, то есть они дорожат этим как большим преимуществом, и вот дальше уже наша задача, как бы подхватить, поддержать эту ценность, которую они выработали, и воплотить ее вот в автоматизированную систему, то есть поддержать диспетчеризацию и механику. Ирина, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, вот наши слушатели вебинаров задавали вопросы по поводу моделирования сети, вот какую роль выполняет моделирование сети при решении задачи автоматического построения цепочки поставок. Можем так лаконично на это ответить? Конечно, да, немногословно. Ну, совершенно случайно я сейчас на эту картинку переключилась, и тут как раз такой символ дома на самом деле сети. Это то, с чего мы начинаем построить модель сети, которая является управляемой, иногда она расширяется до некоторых узлов не совсем управляемых этой компанией, но важных построения цепей поставок. Это важно нарисовать, какие уровни, какие разрешения, какие узлы у нас имеются, то есть куда мы перемещаем запасы, в какие зоны мы умеем отгружать, с каких узлов, и простроить все-таки стоимостную оценку по ребрам, то есть где разрешено, какая будет оценочная стоимость, тарифная. Но без этого это все не будет работать, чем мы тщательнее это проделаем. Еще же нам важно описать, каким поставщиками мы можем пользоваться, в каких зонах, где у нас производство, в каких ситуациях, в пользу чего мы делаем выбор. Например, некоторые говорят, мы вообще запрещаем своим филиалам знать, что в соседних, или наоборот. А мы не запрещаем, мы позволяем между взаимогневаться товарами, потому что у нас редкие шаттлы там с центрального склада. То есть вот это и есть моделирование сети. То есть этот шатт не удастся проскочить. Он самый важный, получается, вот в этой истории. Спасибо большое. А вот какие методы используются при расчете целевых уровней запасов, интересуется наш ОЛТ? Так, я уже говорила, что у нас базовые методики, это норматив, минимакс и прогноз. Следующий вопрос будет, откуда вы это берете? Это мы берем из экспертных знаний наших клиентов, видимо. Ну, кроме прогноза, да, которые мы имеем самостоятельно рассчитывать и заполнять и на основе этого строить. Ну, вот сейчас я уже говорила, да, о том, что там частотный анализ мы используем на данный момент при прогнозировании, потому что промтоварами занимаемся. Ну, вот будем наращивать алгоритмы по прогнозированию. Такая область творческая очень. Спасибо. Еще вопрос. Чем логистическая себестоимость отличается от обычной управленческой себестоимости и в чем сложность организации учета логистических затрат? А точно, да, я хотела как раз на этом установить. Ну, логистическая себестоимость, понятно, это в чистом виде, там, транспорт, логистические расходы, хранение, складская обработка. То есть по максимуму, вот, как правило, компаниям трудно учитывать эту часть, особенно если они используют собственные активы, собственные склады, собственный парк, то есть это темный лес всегда, очень тяжело это делать. Но, тем не менее, стремностную оценку нужно придать, у нас есть тарифные калькуляторы для этого, тарифная база, тарифные калькуляторы, да, которые дом сам использует. Вот, и наша задача прикинуть эту логистику и, соответственно, потом ее выдавать. Вот, в чем сложность учета? В том, что, чтобы оценить реальную логистику по обеспечению конкретного заказа клиента, нужно не утерять связь с теми всеми цепочками по пушу, которые идут, да, по прогнозам, по распределению из производства или из закупок, да, то есть подсоединить вот эти все расходы и связать их с каждым конкретным, конечным клиентским заказом. В ERP-сема довольно трудная, то есть прослежимость обеспечить. Вот, дом за счет своей архитектуры именно, поскольку у нас единица учета, это позиция цепочки поставок, да, мы это можем сделать. То есть мы сможем собрать со всех этапов, где мы там какие ожидаемые захватили, где какие залежалые запасы, с какой логистикой мы схватили, да, чтобы заказ обеспечить. Вот, и вот эта консолидация с учетом получения факта из ПМС, вот, ну, это какие-то золотые знания, да, которые мы можем поделиться потом с учетной системой. Вот, и получается логистическая себестоимость – это такой кусочек. Понятно, что это всего лишь кусочек, да, в управленческой себестоимости, но есть компании, у которых это и есть основа бизнеса, то есть снижение вот этой дельты – это и есть конкурентное преимущество. Это ко всем дистрибуторам относится, к производителям, которые радеют за адекватную ценовую политику там по своей продукции. Да, спасибо большое. Ну, вот давай подчеркнем связь логистических затрат с ценообразованием. Мы ее затрагивали, да, но все-таки слушатели спрашивают, есть ли возможность реально связать логистические затрат с ценообразованием. Давай ясно ответим на этот вопрос. Ну, да, я говорю, что можно учесть, да, ну, согласна. Учесть можно, с ценой, так, с ценой тоже связать в целом можно, но это непросто, конечно. Давай расскажем так, потому что вопрос важный. ДОС позволяет именно, ну, не просто это там для учета, там куда-то там передать, учет себестоимости и все. Нет, в целом мы можем транзакционно относительно каждого клиентского заказа, прямо на этапе планирования мы можем дать индикатив логистических затрат и по-разному поступить. Мы можем включить это в стоимость товара, передать учетную систему, что, а вот мы так обновили. Это может передаваться дельтой отдельной на услуги, которые мы рекомендуем перевыставить. Причем это может быть, как, вот некоторые компании говорят, мы перевыставляем только последнюю милю. То есть это правило, мы можем следовать этому правилу. А можем дать вот ту самую расчетную, то есть ту маленькую долю, которую накопил этот товар с учетом там поставки от поставщика, с учетом перемещений, перевалок и так далее, пока погубно добрался до клиента, мы говорим, мы можем полную логистику предложить, перевыставить клиенту, либо учесть это как-то в цене. Ну, либо в конечном итоге, ну, хотя бы нажинались проконтролировать и убедиться, что мы не вылетели, и принять просто решение о целесообразности взять этот заказ с учетом нашей текущей ситуации. Вот, поэтому вот разные у нас стратегии возможны, и мы умеем, скажем так, это именно транзакционно выдавать вот конкретные цифры по конкретному заказу. То есть это не есть какая-то гипотетическая история, которую мы там раз в месяц выгружаем в 1СРП, и там никто не знает, где концы. Нет, это очень точечно, это очень транзакционно все прослеживается. Вот. И вот все вот эти варианты у нас есть. Спасибо. Помады. Да, наша аудитория интересуется, как и всего дом взаимодействуют с учетной системой предприятия, то есть существуют ли какие-то готовые сценарии обменов, которые поддерживают типовой и сквозный процесс? Это самый, пожалуй, наверное, актуальный вопрос, потому что без хорошей правильной интеграции с учетной системой у них ничего не получится. Да, у нас есть, ну, как уже там у нас был целый вебинар, посвященный вообще тематике интеграции, мы ее обеспечиваем при помощи все разрешенных данных. Сценарии действительно у нас существуют типовые, да, вот на этой картине как раз показаны потоки, именно вот здесь они специально показаны потоки документов, да, потому что, ну, обычно мыслят, когда вот проектируют, да, какую-то историю, мыслят, да какие документы куда будут переходить, то есть какая система будет что инициировать. В этом смысле дом, конечно, является инициатором всех, ну, скажем так, товародвижений, да, вот эта рекомендованная модель, то есть, как я уже говорила, снять эту нагрузку принятия решений с ERP, переместить центр принятия решений в дом, и с ERP-система уже общаться руководящими воздействиями, так сказать, вот, и вот конкретно вот эта модель здесь предлагается передавать уже готовые планы поставок в виде отдельных распоряжений, да, мы это называемые распоряжения, которые в ERP, это заказы поставщика, заказы производства на перемещение и, собственно, реализация товаров, услуг, когда мы говорим, что мы готовы к отгрузке, мы проследили, что полнота заказа у нас на складе отгрузки имеется, и мы инициируем эту реализацию, то есть, вот, о картинках, которые вы видите, о которых там постоянно говорим, вот тут мы общаемся, видно, кстати, по этой картинке, что дом как раз и есть буфер, да, между исполняющими системами и ERP, достаточно наглядно, вот, и надо подчеркнуть, что это большая часть и проекта внедрения, и той идеи, которую мы несем, предлагая именно платформенный подход, да, то есть это, скажем так, гарантия работоспособности опер всей конструкции, да, у нас есть уже как бы наработки, да, по всем вот этим обменам, которые тут стрелочками обозначены, то есть мы приходим с готовой архитектурой, она очень может меняться, конечно, в зависимости от стратегии, которая в компании принята, то есть, там, что там, закупочная логистика, как она инициируется, вполне инициируется, ну, вот, в зависимости от этого, вот, скажем так, баланс, где что инициируется, может меняться, то есть, допустим, вся входящая логистика, например, может остаться в ERP, дом руководит только, например, распределительными продажами, потихонечку можно там переносить, вот, центр, ну, вот этот баланс, да, в сторону дома, или, там, наоборот, вот оставить это, там, в том положении вещей, которые, там, надежно и хорошо работают, вот, но, в целом, да, есть у нас готовые модели обменов и рекомендованные модель данных и способы синхронизации, что, кстати, тоже очень важно, то есть, проект вообще по синхронизации НСИ в этой истории, он, ну, какую весомую часть занимает, и, как бы, многие, в принципе, компании, да, сталкиваются с тем, когда они начинают внедрять такие системы, у них, допустим, несколько учетных систем и история нормализации данных, она уже является ценностью, да, то есть, когда, там, дом начинает общаться с одной, второй, третьей, терпи-системой, то есть, многие компании приходят с задачами интеркомпании, то есть, они говорят, да, у нас отдельная юрлица, отдельные системы, нам бы, вот, где-то оперативно и очень, так, живо руководить взаиморасчетами и, скажем так, товародвижением, в том числе, между нашими компаниями, вот, для этого дом тоже хорошо подходит, вот, наш, как раз, пилот идет, где вот эта функция, там, чуть ли не ключевой является. Итак, наше время, оно подошло к концу, но я бы такое все-таки обобщение сделал, в итоге, очень так, лаконично, как ты считаешь, вот, все-таки, как бы ты выделила, вот, основное влияние на бизнес в итоге, вот, которое должна оказать система Axelot.com в части, вот, использования функций диспетчеризации заказов, управления товарными запасами в цепи поставок, основное влияние на бизнес-компанию, то есть, вот, вот, если лаконично смотришь, это как-то от себя сформулировать. Это взгляд сверху, то есть, это возможность увидеть товародвижения, скажем так, сверху, а не с перспективы, там, каждого конкретного, там, узла, то есть, обычно мыслят, вот у нас тут производство, тут у нас центральный склад, куда идут все закупки, а здесь мы видим историю сверху, и мы начинаем понимать, зачем мы это делаем, да, и, как бы, балансировать товарные потоки, то есть, в принципе, консолидация вот этих знаний в одной системе и обратной связи, там, вот, локальных, так, точек принятия решения, это уже большая ценность, то есть, помимо, там, всего функционала, о котором мы говорим, это уже будет, скажем так, большой шаг, в осознании, может быть, даже каких-то, там, проблем, узких мест и такой задел к расширению, каким-то, как правило, когда компания консолидирует, они начинают на это смотреть немножко по-другому, и у них появляются идеи, как, как что-то можно улучшить и оптимизировать, ну, для этого нужно проделать вот эти все трудоемкие шаги по консолидации, с ими данных, процессов, вот в одном месте. То есть процессы в цепочке поставок становятся более протрачными, бизнесу более управляемым, как следствие, да, и эти два фактора вместе влияют таким образом на бизнес, что наш бизнес постоянному улучшению начинает быть подвержен, соответственно, мы можем видеть слабые звенья, устранять эти слабые звенья и, соответственно, добиваться большей эффективности, да. То есть откуда все эти эффекты, да, то есть они, на самом деле, вот в чем принципиальный, скажем так, ну, вот подход, который мы декларируем, вот продвигая платформу, это продвижение снизу-верх, да, это, в принципе, для Axelot характерно, то есть хорошее качественное управление операциями, складскими и транспортными, и дальше подъем вот такого же, там, досконального подхода к планированию и, там, корректирующим воздействиям, вот именно этот подход снизу-вверх, он и позволяет добиваться этих эффектов и, скажем так, обоснованно, то есть то, о чем мы заявляем, это опыт, это движение от очень тщательно продуманных прикладных систем, да, и вот в этом такая отличительная особенность, то есть мы шли не сверху вниз, там, какая-то система планирования, а дальше как-то это кто-то, то есть очень важно, чтобы планы точно исполнялись, и тогда в этом эфициальности не было. Поэтому мы знаем, о чем говорим, когда говорим об этих эффектах. Итак, Axelot и Сема – это такая платформа для цифровизации бизнеса, ну и дающая возможности для развития, да, с использованием современных технологий, управления процессами. Спасибо вам большое. Аудитория сегодня немножко затаилась в части вопросов, но думаем, что в следующий раз мы возобновим наше такое активное взаимодействие. Сегодня были в основном наши вопросы с прошлых вебинаров, да, ну, надеемся, что на новых вебинарах мы получим новый пул вопросов, которые потребуют ответов, ну и наш диалог, он будет постоянно. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.